По вопросу, кому поступают и как используются средства, получаемые за размещение рекламных стендов в подъездах, например, в Чистый Город, за размещение оборудования интернет-провайдера в домах, находящихся под управлением КУДС района Яселя. По вопросу стендов в Чистый Город, договор заключен у них с дирекцией единого заказчика на безвозмездной основе, так как половину информационного пространства они предоставляют под размещение социально значимой информации. То есть, вот как раз то, что вы просили, например, Наталью Эдуардову разместить, да, там, вот так, в предстоящих мероприятиях, вот приглашаем всем бонникам, то есть, как мы им раздаем, они открывают этот информационный стенд и размещают нашу информацию. Если вы что-то имеете, жители против размещения, вы напишите, может быть, вы более статично смотрите старые информационные щиты, которые там ежегодно красны, все равно не заляпываются рекламу, но если больше они радуют глаз, я, например, у меня вот лично, да, как у жителей там другого района, информационный стенд, это висит порядка пяти лет. И на самом деле эстетично он гораздо лучше выглядит, чем вот наши те раньше, которые вот и здесь еще в районе, к сожалению, сохраняются, вот эти обшарпанности, просто деревянные, как намазанные чем-то информационные стенды. Вообще не понимаю, вот, как бы, вопрос по поводу этого. Про средства спросили. Я вам ответила, что это на безвозмездной основе. Второй вопрос по интернет-провайдерам. Договор запущенный на этаже с дирекцией единого заказчика. Значит, на что идут эти средства? В том году при, не могу сейчас точно сказать, к сожалению, дирекция не дала информацию, то есть я вам точно скажу, куда пошли деньги, я не знаю, может, меньше узнать. Мы довольно-таки много в том году поменяли дверей на входных группах и мусорокамеры. Вот эти деньги, они не идут на текущую эксплуатацию, они не заложены в бюджетных субсидиях. Дальше. Чтобы вы понимали, вот у нас льготы старше по домам, по подъездам, в том числе председателям ССЖ, они у нас с вами вот где-то когда-то было постановление, я уже даже не помню какого года, о создании домовых комитетов. И только в единственном этом правовом акте были расписаны льготы. И там было бы, как бы, это еще в преддверии другого вопроса, значит, один, сколько подъездов, столько льгот. Пять подъездов. Значит, старший по дому должен быть, например, в первом подъезде, и там же он должен быть старший по подъезду. То есть не более пяти. Если один подъезд, значит, один как бы человек. В настоящее время с выходом жилищного кодекса Российской Федерации у нас нет ни одного правового акта, который бы именно предоставляли льготы Совета многоквартирных домов. Это чисто акт доброй воли управляющей организации поощрять активных наших помощников. Вот порядка это где-то составляет, чтобы тоже, как бы, может быть, не все знают, это льгота на забирающие устройства 64 рубля в этом году, плюс на техническое обслуживание 100% на социальную норму, то есть на 33 квадратных метра. Ну нет этих льгот. Ну нет этих льгот. Ну нету. Списки предоставляют. Ну нету. Я даже заверяю, для субсидий. Ну вот, мне к следующему собранию принеси. Вы мне сейчас хотите сказать, что вы в КУИС не принесли протокол собрания собственного бухгалтерского дома, где вы являетесь. В 10-м году. Что? В 10-м году принесли. Сколько? То есть, если у вас там 5 человек, вы должны были на общем собрании определиться, какому человеку, у вас на подъезда, к сожалению, дом будет предоставляться эта льгота. Никому не предоставляет здесь льгот. Скажите, пожалуйста, кто вам сказал? У нас единственное постановление называется домовым комитетом, где где-то призрачно была предусмотрена... Абсолютно. Евгения, уже года два, как никому ничего не пересчитано. Значит, я вам хочу сказать, что в этом ежегодно распоряжением главы управы утверждаются списки на предоставление льгот. Платежки принести в следующий раз? Давайте не в следующий раз. Вы прекрасно знаете вход в мой кабинет. Когда вам удобно со с вами со мной приходить, я с вами лично как бы разберусь. Я не могу вам сказать... Да дело не только мне, никому не пересчитано. Что вы мне говорите? Ну не пересчитано. Ольга Васильевна, вам предоставлять суть льгот? Ну у меня, во-первых, льготы свои по инвалидности, но забирающего взрослого, да, я... Нет. Никому? Теперь сняли. Все сняли у нас. Кому? Я кишевый разговариваю, я сегодня даже была там. Давайте, вы знаете, вход в мои двери. Сходите на Ивазовск, я только пришла сюда в собрание. Вы как будто пришел приказ на Ивазовского, мне звонили с Ивазовского и все пересчитали. У меня льготы свои, поэтому мне льгот не надо. У меня единственная льгота на запирающего устройства, который вот мне требует... А вы говорите никому. Значит, это то, что касается вот этих денег, которые как бы по договору от интернет-провайдеров идут. В этом году у нас тоже уже, наверное, порядки, точно знаю, в 15 подъездах мы поменяли двери мусора камеры, поменяли, наверное, входных групп, ну, наверное, порядка 6-7, но это только начало года, работа у нас эта ведется. То есть это те деньги, которые поступают как бы на непредвиденные расходы и опять же идут жителям. Думаю, если есть вопросы, давайте, ну, все вам объяснилось. Есть. Нет, я не заполнил в рамках этого вопроса. Дальше, давайте там сначала... Да, да, в рамках именно этого вопроса. По провайдерам договора есть, их можно увидеть. К дирекции единого заказчика обращаются этим вопросом. На каждый дом. К дирекции единого заказчика обращаются этим вопросом. Значит, по постановлению 731 правительства РФ, статья 10 Б, какая в использовании общего имущества в пользу собственного. Информация об использовании этих денег должна быть открыта. Вот, получили отчеты. Ну, это я еще отдельно скажу. Но этой статьи нету здесь в отчетах за 2012 год. Значит, по постановлению правительства Москвы в отчетах, которые выдаются за предыдущий год, за 2012 год, предположим, эта статья должна быть открыта. Мы все ее в этих отчетах должны увидеть, сколько получили денег и на что их потратили. Отчет за 2012 год будет представлен до конца этого месяца по каждому дому и будет вывешен на доске объявления, если я нормально говорю. Значит, доске объявления. Еще раз повторяю, отчет будет вывешен на этой неделе по каждому дому, по каждому подъезду с указанием адреса, именно на какой дом и этот решится отчет. Он будет размещен на доске объявления. Значит, что касается забирающих троиц, там и прочих денег, льгот, тоже будет все расписано. На какой доске объявления? На какой доске объявления? Доска объявления – чистый город, который вывешивает. Наша есть там одна третья часть, и мы будем на ней размещать. Который в подъездах, не на улицах в подъездах. Подождите, а в интернете? Нет, а в интернете? Насколько? Да, мама открыта. У меня вопрос. А телефонные провайдеры, которые установили без нашего ведома на Литовске 15-1, на третьем подъезде, там 4 антенны стоят, без нашего ведома установили летом. Вот это к кому вообще обращаются? Это обращаются к нам. Приходите, будем разбираться. К вам? Конкретно. Дерекция. Куда? Это в Явозовске, дом 8, Куркурс-2. Кому лично? Ну, ко мне, да. Приходите. Моя фамилия – Ермаков Анатолий Анатольевич. Кто? Ермаков Анатолий Анатольевич. Вот.